Эти добрые люди Эти добрые люди Он выделялся среди других людей своим суровым видом И в гневе был страшен Волосы у него были цветом, как у волка Так описывали внешность знаменитого исландского скальда Эгеля Скалагримсона, его современники в саге об Эгеле Кем были древние скандинавские певцы и поэты? Как они жили? Скальды, у нас в гостях историки Елена Мельникова, здравствуйте И Татьяна Джаксон, здравствуйте Татьяна Джаксон окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова Доктор исторических наук Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Автор многочисленных работ по русско-скандинавским связям раннего средневековья И древнескандинавским письменным источникам Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова Доктор исторических наук Главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Заведующий центром Восточной Европы в древности и средневековье Автор книг и публикаций в том числе Древняя Русь в свете зарубежных источников И скандинавские рунические надписи Скандическая поэзия Совершенно особая вещь Которая отличается от всех других поэтических форм В первую очередь от идической, о которой мы говорили в прошлый раз Отличается очень сложной формой стиха С одной стороны И с другой стороны Ярко развитым авторским началом Скальды, придворные поэты Очень высоко ценят себя И высоко ценят свои собственные сочинения Они требуют, не только ждут, они иногда и требуют Награду Золотые браслеты Ожерелье, мечи И так далее За свой труд Скальдический Скальдическая поэзия окружена Таким мифологическим ореолом В отличие от идической Ведь существует миф о том, как вообще возникла поэзия Но поэзия именно скальдическая Не эдическая В младшей эде Сторис Турлусона Крупнейшего исландского писателя И политического деятеля Рассказывается история О том, как возник, появился в мире Мед поэзии Это очень длинная и такая красочная, я бы сказала, история Которая начинается с войны между асами и ванами Это боги Это боги Это две группы богов Которые решили, наконец, помириться И для того, чтобы помириться В большой котел Каждый из асов и каждый из ванов должен был плюнуть И собралась некая масса Потом В этот котел Была добавлена кровь Существа Квасера И поэтому поэзия иногда называется Кровью асера И Что это за существо? Это существо было сделано Как раз асами и ванами После того, как они плюнули в этот котел Они из того, что получилось в этом котле Сложили человека Назвали его квасером Но его убили два карлика Два карла И Вот эти карлы Кровь квасера Смешали с медом И у них набралось две огромные чаши И один колоссальный котел Вот, собственно, вот Вокруг этого Этой субстанции И пойдет дальше Развитие истории В результате различных перипетий Эти самые котлы и чаши Попадают к великанам Во владение великанов В великана Сутунга Один Верховный бог Ас Верховный бог скандинав Решает добраться до этого самого меда поэзии И Предлагает своему там спутнику Пробурить Отверстие в скале В пещеру, где находится Живет дочь великана Сутунга Владельца всего этого дела Отверстие пробуравливается Один превращается в змею Проникает в эту пещеру И проводит три ночи С дочерью великана Гунглээд Один Верховный бог в германо-скандинавской мифологии Отец и предводитель высших богов Асов Один наделен чертами могучего Шамана и мудреца Он бог войны и раздоров Ему подчинены валькирии Воинственные девы Дарующие по его воле победы в битвах Постоянные спутники Одина Вороны Хугин и Мунин Думающий и помнящий И волки Герия и Фреки Жадный и прожорливый Его издовое животное Конь Слейпнер Оружие Одина Копье Гунгнер Которое никогда не пролетает мимо цели И поражает насмерть Всякого, в кого попадет Каждую ночь Один Она ему разрешает сделать глоток Что? Она ему разрешает сделать в конце три глотка Или в конце три глотка И эти самые три глотка Опустошают и чашу И котел И все Весь этот мед Оказывается Поглощает Один Один обращается в Орла И летит в Асгард В жилище Асов Но Султунг Узнает об этом Тоже обращается в Орла И старается настичь Одина Для того, чтобы отобрать мед поэзии Один все-таки успевает Опередить Султунга Но поскольку он очень торопился То часть меда Изливается через задний проход Прошу прощения И эта часть меда Распространяется по земле И достается Как выражается Снори Рифмоплетом Плохим поэтом Плохим поэтом А вот основная масса Приносится Одином в Асгард И там его ждет опять огромный котел Который Асы поставили Видя его приближения И он успевает Выплюнуть Массу меда Вот в этот огромный котел И это уже делится между Настоящими поэтами И мудрыми людьми И рождающийся будущий поэт Или действительно настоящий скальп Или мудрый человек Получает глоток Этого самого меда поэзии От богов От богов То есть сама скальдическая поэзия Освещена авторитетом Мудростью Способностями Культурного героя Одина И вообще богов Асы Лена Ирина Александровна Ирина Александровна Давайте немножко напомним нашим зрителям Что такое идическая поэзия Идическая поэзия Это героический эпос Собственно То есть поэзия Которая богата Различным содержанием Различными сюжетами Да Это поэзия В которой Запечатлена Историческая память Историческая память Собственно Скандинавов И германцев Мы тогда говорили Что вот несколько пластов Поэзии Историческая память О героях О каких-то событиях И так далее Это не авторская О далеком прошлом И в основном О далеком прошлом Своего рода летописи Ой Не совсем Как слово о полку Игореве Или песня о Роланде Вот в какой степени Песня о Роланде летопис Вот в той же степени Идическая поэзия Своего рода Очень своего рода А скандинавов Она отличается тем Что она Обращена к современности Описывает современность И в основном Разнообразие формы Значит Об описании Современности Говорить очень сложно Потому что Скальды Ничего не описывают Принципиально Это не сюжетная поэзия У них совершенно Другая задача Скальд Это всегда Дружинник Какого-либо конного Он может переходить И датского Тоже может быть Может быть и шведского Но в основном норвежского Он при дворе Он сражается В битвах Когда конунг Затевает какие-то Военные действия И так далее Но В мирное время На Перу Он произносит Вот эти вот стихи Конунг Военный вождь Высший представитель Родовой знати У скандинавов В раннее средневековье В период Предшествовавший Политическому объединению Норвегии Дании и Швеции Конунг Возглавлял отдельные племя Или группу племен Многие будущие конунги Были предводителями дружин Живших воинской добычей И участвовали В военных походах викингов В эпоху викингов В каждой из скандинавских стран Возвышался один из родов конунгов Подчиняя себе Или уничтожая конунгов Других областей На протяжении 11-12 веков Конунг превращается Из военного вождя В короля Главу государства Основной жанр скальдической поэзии Это хвалебная песнь Драпа Это драпа Это песнь Прославляющая Того правителя При дворе которого Скальд либо находится Постоянно На какой-то отрезок времени Либо вот он Прибыл ко двору Сочиненной им Хвалебной песнью В песне практически нет Реального содержания То есть мы ее никак не можем Назвать летописью Это имя прославляемого Его род Битвы в которых он участвовал И много Характеризующих Возвышающих эпитетов Но битвы все-таки Они реальные какие-то Происходившие Это же не просто так Что в абстрактных битвах Он проявился Да, конечно В какой-то мере да Потому что Позднее уже в 12 В 13 веке Тот же Снорис Турлусон Которого мы будем Поминать сегодня много раз Снорис Турлусон Писал в предисловии К своему сборнику САК О том, что Наиболее достоверной Информации Исторической Описывал он события Скажем 10 века А сам жил в первой половине 13 века Что достоверная информация Это та Которая содержится В стихах Скальдов Почему? Он объясняет Потому что Невозможно Солгать Конунгу В его присутствии В глаза В глаза То, что говорит Скальд Оно действительно Было Потому что Иначе Он не награду получит А ему голову снесут Там идет речь Как бы Суть В магической силе слова И лживое слово Оно Не Благое что-то приносит А оно наносит урон И даже ложь Которая является Лестью Она все равно Недопустима То есть Общее представление Скандинавов Того времени О языке О слове Таково Что Солгать нельзя Нужно говорить То, что было Тут очень Получается Такой Трудный отбор Информации В Скальдические стихи Именно поэтому Это еще Никакая не летопись Потому что Отбирается Только то Что достойно Похвалы Восхваления Почитания Передачи Из поколения В поколение Ведь они так и Рассчитывают Что их стихи Будут жить долго На самом деле Они и жили Очень долго Ведь стихи До нас Скальдические Дошли Вот не этими Огромными Поэмами Которые Скальды Читали При дворе А они Дошли Отдельными Строфами Эти строфы Называются Словом Виса Вот эти Отдельные Висы Сохранились Внутри Записанных С конца 12-го В 13-м Веке Саг Исландских Вот эти Фрагменты Как раз Позволяют Исследователям Восстанавливать Выстраивать То Какими на деле Были Эти хвалебные Поэмы Ну вот Послушайте Одну Строфу Из такой Драпы Именно Хвалебной Песни Какую Информацию Вы сумеете Из нее Историческую Почерпнуть Славу Воспою Смелому В бою Песни Напою Англию Твою В честь Твою Течет Иго Чистый Мед Один из Асов Жадный Слуха Рот Речит Да Вопьет Где Информация Вы Из этой Строфы Даже не Узнаете Кому Это Обрисовано Посвящена Эта Самая Драпа Она Посвящена Эрику Кровавая Секира Норвежскому Конунгу Жестокому Страшному У него и прозвище Кровавая Секира И по Очень Специфическому Случаю Написана Эта Драпа Об этом Мы будем Говорить Потом Значит Информация Минимальна Значит Мы Из саги Знаем Что Драпа Посвящена Эрику Кровавая Секира И что Он Англию Твою Значит Он Правитель Какой-то Части Англии Из саги Мы знаем Что Нортумбрия Северная Часть Англии Вот и вся информация Елена Александровна Очень хорошие слова Сейчас сказала Что из саги Мы знаем Дело в том Что эти строфы Настолько Непонятны Порой Загадочны Порой Не имеют Адресата Что То О чем В них Говорится Мы по большей части Понимаем Из Сопровождающего Прозаического Текста И даже На этой почве Была разработана Некая Теория Сопровождающей Прозы Якобы В устной Традиции Скальдические Острофы Передавались В сопровождении Некоего Прозаического Рассказа Пояснение К ним То есть Как бы На два голоса Исполня Это все Про два голоса Мы тоже Скажем Про два голоса Там отдельная история Когда мы До формальных Моментов Пойдем Вот эта Мифологическая Основа Скальдической Поэзии Проявилась Не только Вот В создании Мифа Но и в том Что первый По традиции Скальд Браги Старый Был Позднее Представлен В качестве Одного Из Скальд Стал Асом Других Случаев Чтобы Человек Был Превращен В Мифологические Персоны Превратился В Бога Нету Это только Достоинство Скальда Он еще и Не простым Асом Был Он Считается Браги Считается Сыном Одина И дочери Того Великана Сутунга Которому Принадлежали Котлы И чаша С медом Когда он Провел С ней Три ночи Якобы После этого Она родила Браги Браги Соответственно Поскольку он Сын Одина Он один Из богов Один Из асов А когда В середине Девятого Века Был Реальный Скальд По имени Браги То их Вот в сознании Как бы Соединили Или наоборот На почве Реального Браги Была создана Эта Мифологическая История Так что Тут трудно Сказать Но тем не менее Скальд Браги Единственный Ас Вот Среди всех Так что Уже одно Это показывает Насколько Невероятно Высоко Ценилась Скальдическая Поэзия Драпа Хорошая Драпа Сочиненная Скальдом Приносила Конунгу Удачу Прибавляла Ему Славы Поэтому Очень Ценились Высоко Квалифицированные Стихи Особенно С припевом С тевом Который Повторялся Драпа Должна Второй термин Сразу Введем Второй термин Флок Флок К Флок Это Такая же Хвалебная Песнь Но Без припева Без стева И в сагах Есть истории Когда Какой-то Скальд приходит К Конунгу И читает Ему Флок И Конунг Недоволен Потому что Другому Скажем Его сопернику Или кому-то еще Этот же Скальд Сочинил Когда-то Драпу Где Восьмистрочный Куплет Перемежается С тевами Припевами Более того Драпа Должна была Быть Немаленькой Драпа Из трех Четырех Вис Строф Не котировалась Вис Это Строфа Восьмистиши Восьмистиши Два по четыре Или четыре по двое Это не важно Восьмистрочная Строфа Это виса Значит Если Драпа Состояла Из трех Четырех Пяти Вис То Это была Не драпа Это было Оскорбление Личности Конунга Драпа Должна была Состоять Из пятнадцати Двадцати Строф И так далее Вот драпа Это наиболее Распространенная Конечно Существовали И другие Жанры Скальдической Поэзии Это в первую очередь Генеалогические Перечни Наиболее Известная Это Перечень Инглингов На основе Которого Снорис Турлусон Написал Сагу Об Инглингах Включив туда Строфы Из Этой Поэмы И Собственно Именно поэтому Мы и знаем Эту поэму Она была Написана В конце Двятого Века Очевидно Неким Скальдом Тьодальвом Из Хвинера И Ее Она была Написана По заказу Норвежского Ярла Рейгнвальда Который Заказал Вот такой Перечень Своих Предков Там 28 Поколений Его Перечисляется Ужас Значит Это Огромное Совершенное С С Нет Точнее С Обстоятельствами Гибели Очень любопытно Каждая Строфа Это Один Правитель И Вот Линия Генеалогическая С Обстоятельствами Смерти Каждого Из них И Приходом К власти Следующего Но это Может быть И сокращение Поэмы Самим Снори Который Не всю Поэму Целиком Привел А мы ее знаем Только из Снори Мы знаем Только из Снори А только Вот эти куски Значит Вот примерно Такого Типа Строфы Ингель Даже Приясного Вор Дома Дымовежец Варенинге Горячими Питами Стал Топтать Значит Речь идет О шведском Конунге Ингельде Которого По Рассказу Уже Снори Как мы знаем На основе Вот этой Висы Затоптала Мара Такое Существо Зловредное Которое Приходило Во сне К человеку То есть Приступ Странокардия Во сне Или Острая сердечная Недостаточность Во сне Этот корень Есть в английском Слове Nightmare Ночной кошмар Да Вот Мара Это Такое Страшное Существо Которое Удушающее Удушающее Человека Во сне Именно Во сне Вот Такого Рода Строфы Из этой Поэмы Выбрал Или Она состояла Из такого Рода Строф Снори Значит Снори Во всяком Случае Тьодальва Конечно Тоже Интересовали Обстоятельства Смерти Конунга И приход К власти Следующего Его сына Или Другого Какого-то Наследника Но тем не менее Вот этот Переход Власти От одного К другому И обстоятельства Смерти Плохо Объясняется Почему Именно это Значит Генеалогические Перечни Еще Еще Несколько Форм Было Щитовая Драпа Есть Да Щитовые Драпы Даже Есть Описание Щита Очень Красочное Щита Подаренного Конунгом Скальду Описание Всех Изображений По всему Щиту Начинающиеся Как правило Восхвалением Конунга И заканчивающиеся Вот Елена Александровна Вначале Обронила Такие слова Что Скальд Требовал Расплаты За свои Труды Вот Последняя Строфа Могла В такой Драпе Оказаться Тем самым Требованием Просьбой Расплатиться Достойно За Вот эту Достойно Сочиненную Поэму Очень Любопытно Что Древнейшая Руническая Надпись Найденная На нашей Территории В Старой Ладоге Такой Вот такого Примерно Размера Деревянный Стержень На котором Вырезаны Выровнена Поверхность И вырезаны Руны Это Очень похоже Что это Как раз Фрагмент Считовой Драпе Она Очень плохо Расшифровывается Очень Сложный Текст Совершенно Очевидно Что это Скальдическое Стихотворение Виса Прослеживаются Аллитерации И так далее И по Некоторым Расшифровкам Как раз И предполагается Что это Фрагмент Щитовой Драпы Описание Щита Старая Ладога Древнерусский город На левом берегу Реки Волхов В 12 километрах От Ладожского озера Неоднократно Упоминается В русских летописях И скандинавских сагах До 10-го столетия Старая Ладога Один из опорных Пунктов На торговых путях Из Балтийского моря На Волгу И на Днепр В 11-15 веках Старая Ладога Крепость И торгово-ремесленный Центр Новгородской Республики А с 1478 года Старая Ладога Крепость Московского Великого Княжества В 1703 году Город был Перенесен Петром I Кустью реки Волхов И стал Называться Новая Ладога Когда обсуждались Варианты Происхождения Скальдической поэзии Разные Изобретались Варианты Но вот Один из вариантов Что скальдическая поэзия Это даже есть Некое развитие Ранее существовавшей Щитовой драпы Щитового Описания щита Еще в античности Это было Конечно Поэзии в Илиаде Мы это знаем В Илиаде Такие фрагменты есть И так далее Так же как перечни И прочее Один из наиболее Вот наряду с драпой Распространенный Распространенный вид Скальдического стиха Это нид Нид Магический Приносящий Всяческий урон Ну то есть Тот урон Который заложен В этой Это хулительный стих Хулительный стих Произнесение нида Каралось по закону За произнесение Нида Могли Изгнать Из общества На там год На два Человек должен был Уехать Из страны Чтобы его не убили В исландском Своде закона В серый гусь Так и записано Что Сочинение нида Карается Изгнанием Да 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 То есть Очень опасный Стих Но тем не менее Вы сочиняли Сочиняли Нередко И Крупнейшие Скальды В том числе Есть очень Красивая история С нидом Связанная При том что Исландские законы Запрещали Сочинение Нида Есть такая история Про датского короля Харальда Гормсона Который Хотел Это конец Десятого века Который хотел Напасть На Исландию Там была Какая-то история С кораблем Выброшенным На берег Право собственности На эти товары И в общем Харальд Гормсон Посчитал Что исландцы Как-то не так Себя повели И собрался Он напасть На исландцев И тогда В Исландии Был брошен Клич Что сочиняется Коллективный нид По одной Строфе Сноса То есть Каждый житель Исландии Должен был Сочинить Вот такой Ругательный стих У нас Сохранилась Одна только Строфа Она тоже До нас в сагах Дошла Это нид исландцев О Харальде Синизубом Харальд сел на судно Став конем Хвостатым Ворог Ярый Вендов Воском Там и стоял А под ним Биргер В обличье Кобылицы Свидели Воистину Вои Таковое Очень часто В нидах Вообще Суть Вот создания Этого Хулительного стиха Это было Уподобление Мужчины Женщине Вот Это могло Быть как раз Там было по-моему Три рода Оскорбления Если про мужчину Говорили Что он Произвел На свет Ребенка Если он В роли Женщины Был С мужчиной И третий Его можно было Назвать Его еще Третьим Можно было Назвать Особью Животным Женского рода То есть Собакой Грубое слово Для собаки И так далее Вот это Включалось В страху Небокому корову Да И это было Оскорблением И считалось Что это наносит Урон Непоправимый Урон Тому человеку В чей адрес Это сочинено И более того Этот нид Мог быть Не только Стихотворным Он мог быть Еще рукодельным Там есть история С Эгелем С Жердью Да Жердь Значит Он Очень тяжело Враждовал С Эриком Кровавая Секира И матерью Женой Харальда Прекрасного Лосова Матерью Сыновей Харальда Очень Зловредной По сагам Женщины Которая владела Магией И которая Особенно любила Эрика Кровавая Секира И всячески Ему помогала И там Значит Была Об этом Об этой Заварушке Мы потом Поговорим Но Эгель Вернувшись В Исландию Решил Как бы Избавиться От Гунхельд Или во всяком Случае Сильно навредить Ей Он вышел За пределы Своего хутора И на холме Установил Жердь На которую Надел Лошадиный Череп И произнес Нит Обратившись Лицом В сторону Норвегии После чего Гунхельд Заболела И в скорости Умерла Так что Нит Возымел Действие Такое Как и положено И наконец Был еще один вид Поэзии Скальдической Это Любовная лирика В основном Любовная лирика Появляется Она называется Мансанг Мансанг Появляется Довольно Поздно Если Древнейшие Скальдические Стихи Как мы уже Говорили Это Девятый Век Середина Вторая Половина Девятого Века То Мансанг Появляется Где-нибудь В конце Одиннадцатого В двенадцатом Веке В основном Но Это Не исключало И появление Любовной Лирики В более Раннее Время Хотя У скальдов Она не Пользовалась Популярностью Но Пожалуй Самой Знаменитой Вот такой Любовной Поэмой Была поэма Которую Сочинил Будущий Норвежский Конунг Харальд Суровый Правитель В честь Дочери Ярослава Мудрого Елизаветы То Что Сочинил Харальд Суровый Правитель Оно Было В общем Вполне Безобидным И очень Выпадающим Как бы Из В целом Выпадающим Из стилистики Скальдических Стихов Это Где-то Напоминает Удивительно Что Это Начало Первая Половина Одиннадцатого Века А Напоминает Это Такую Французскую Куртуазную Лирику Потому Что Там Сохранилось Шесть По-моему Куплетов В которых Он Рассказывает Он плывет Из Византии Но Перед тем Как попасть В Византию Он проплыл Через Русь Был При дворе Ярослава Мудрого И посватался К его дочери Елизавете И получил Такой Неполный Отказ Ярослав Сказал Что Конечно Я знаю Ты знаменит Своими предками Ты знаменит Своим родом Но ты ведь Без страны Которой ты можешь Править Ты без Существенных Средств Поэтому Я не могу Сейчас Отдать тебе Свою дочь Жены После этого Он отправился В Византию Десять лет Провел на службе У византийского Императора Участвовал В немыслимом Количестве Согласно Боевых действий Скопил богатство Которого Как пишут В сагах Никто не видел На севере В руках Одного человека И вот с этим Богатством Он плывет назад Плывет он По Черному морю И сочиняет Стихи Адресованные Елизавете И рассказывает Что он родился В земле Трюэндов Что он был В Византии Что он служил Кстати мы много Топонимов Отсюда получаем И какое-то Количество информации Что он Сражался На Сицилии Что он еще Сочинил Какие-то чудеса Но каждый его Куплет Заканчивается Словами Но только Молодая Девица В гардах Знать меня Не хочет Или не симпатизирует Мне Вот такой Куртуазной Жалобой Таким Сетованием Что нет ему Любви От русской Принцессы Норвежские Норвежские конунги Сочиняли Скальдические стихи Скальдами По преимуществу Были исландцы Исландцы Как мы сказали Служившие При дворе Норвежских конунгов Но мы знаем Как минимум Двух норвежских Правителей Это знаменитый Святой Олаф Харальдсон Который Адресовал Стихи Жене Ярослава Мудрого Инги Герт И вот Харальд Суровый Правитель Причем Не только Эту поэму Он сочинил У него Есть И отдельные Отдельные Висы Олаф Второй Харальдсон Норвежский Король С 1015 Года Будучи Предводителем Дружины Викингов Он Нападал На побережье Швеции Дании И Поморье Сражался В Англии Сначала На стороне Датчан Потом Англосаксов Зимой 1013 Года Олаф Принял Христианство В Руане Вернувшись В Норвегию Он захватил Престол Завершил Распространение Христианства В стране Его правлением Были недовольны Норвежские Крестьяне Которых Поддержали Датские И английские Короли Олаф Был вынужден Бежать на Русь К своему Шурину В принципе Скальдов Не переводили Они в России Не были известны И вот где-то В конце 18 века В рецензии На труд Швейцарского Ученого Мале Были приведены Кусочки Причем Труд был написан По-французски Соответственно Кусочки текстов Которые были У Мале По-французски В рецензии Оказались По-русски Оказались Это Прозаические Переводы Вроде бы Ну От скальдического Стиха Вот этот переводчик Представляете Какой перевод С исландского На французский Снова на русский Нет ощущения Скальдического Стиха Ни в коей мере И при этом Вот эта рецензия Как это не удивительно Она подтолкнула Огромное количество Русских поэтов Там была просто Череда переводов Вот этих вещей И очень забавных Я вам сейчас прочту Это читать надо Это уже к сожалению По памяти Все не расскажется Вот сначала Прозаический перевод Просто одной Строфы Корабль проходил Перед обширной Сицилией Мы были Горды собой Корабль с людьми Быстро скользил Как и можно Только было желать Я меньше всего Надеюсь на то Что трус Что трус Будет нам В этом подражать Однако Не хочет девушка В гардах Чувствовать ко мне Склонности Вот суть Этой строфы Но в переводах Ну хотя бы Несколько Вот допустим Перевод Богдановича Мне очень нравится Конец Восемнадцатого века И море И суша Покорствуют нам О други Как сердце У смелых Кипело Когда мы Содвинув Стеной корабли Как птицы Неслись О станице И веселой В круг Пажитей Тучных Сиканской земли А дева русская Гаральда Презирает Ну и переводы Петрова Сергея Петрова Трюндов было Втрое В бранном Поле Боле Но мы В буре Битвы Били их Рубили Смерть Владыка Смелый Молот Принял Олаф Мне От наны Ниток Несть Из Руси Вести А мне честно говоря Больше всего нравится Перевод Ольги Александровны Смирницкой Потому что она еще и перевела Вот и по содержанию И формально И главное Она соблюла Еще одну вещь Скальдического стиха Особенности Которой мы тоже Сейчас должны рассказать Такое необычное Переплетение Предложений Мы говорили О драпах О том что Драпы В основном Написаны Дроткветом Особым размером Но этот Дротквет Позволял Пересечение В одной Строфе До трех Предложений Они как бы Переплетались Влезали Входили Вставлялись Одно в другое Вот представьте себе Скандинавскую плетенку Орнаментальную Когда переплетаются Ленты Змеи Ленты Или змеи Вот этот самый принцип Переплетающихся лент В изобразительном искусстве В декоративном искусстве Он применен В стихосложении Совершенно необычная вещь И соответственно Одна из версий Происхождения Скальдического стиха Я уже упоминала Что происходит От щитовой Драпы Одна из версий В историографии Была что Скальдическая поэзия Происходит Как развитие Изобразительного искусства Вот тех самых Скандинавских Переплетенных узоров Ну вот смотрите Попробую прочитать Взгляду Люб Киль возле Сикелей Пошла другая фраза Сикелей Сицилия Сколь весел Бег проворный Вепря Весел Нес дружину Теперь прочту По очереди Взгляду Люб Киль возле Сикелей Нес дружину Здесь две фразы Взгляду Люб Киль возле Сикелей То есть корабль В районе Сицилии Он что делал Нес дружину А вставное предложение Сколь весел Бег проворный Вепря весел Вепрь Весел Это корабль Край пришелся б здешний Не по вкусу Трусу Но герт монет В гардах Знать меня не хочет Это перевод Ольги Александровны Смирницкой Очень такой вкусный И очень скальдический Мы говорили Что скальдическая Строфа Восьми Сложная Восьмистрочная Восьмистрочная Объединяемая По две строки Объединяемая Алитерацией Об алитерации Мы говорили Прошлый раз Когда говорили Об идической поэзии Но я повторю Это Использование Одних и тех же Звуков В начале Ударных слогов По правилам Скальдической Поэзии Должно было быть Три алитерирующих Звука Три алитерирующих Слога Два в первой строке И один во второй Причем на первом месте Да Ну первый Во второй строке На первом месте Да Первый и третий Должны были быть В начале Например Такое двустише Пьяный Пены Воды Пью Из Зуба Зубра Это как раз перевод Петрова Зубра Это рог Пьяный пены Волны Да Пьяный Пены Волны То есть пива Пью Из Зуба Зубра То есть из рога Значит вот у вас Пьяный Пены Две Два алитерирующих Слога В первой строке Пью Во второй строке Стоят совершенно правильно На первой позиции В первой и во второй строке Кроме того Количество слогов в каждой строке Могло варьировать Но оно не должно было быть слишком большим То есть один-два слога между ударными В поэзии уже одиннадцатого века Насколько я помню Может быть конца десятого Появляется рифма Внутренняя Внутренняя как правило Не конечные рифмы Как у нас в стихотворении В поэзии А внутренние рифмы Вот она из зуба Зубра Да Из зуба Зубра Например То есть очень сложная Сама форма стихотворения И это как раз тоже Давало Снорис Дурлусону Основание считать Скальдические стихи достоверными Потому что их невозможно изменить Вы не можете с легкостью Заменить одно слово другим Плюс к этому всему Употребление специфической лексики Метафор Значит в русском языке Мы тоже используем конечно метафоры Ну я не знаю Какие-то выражения такие Но для скальдического стиха Метафора была Ну вот основополагающим элементом Значит и метафоры были разных Двух основных типов Вы хотите употребить Назвать конунга Вы можете И дальше Снори перечисляет Десятка три возможностей Вы можете назвать его Воином Древом Морского рода Все мужского рода Разумеется Дарителем И так далее Одним словом обозначить Море Море любой водой Вплоть до лужи Болота Речушки Ручейка Лужи Лужи Заменить слово море Любым вот таким образом Кенинг Это более сложная метафора Состоящая из нескольких элементов Конунг Это не просто древо А древо битвы Нам нужно с вами Обозначить корабль Мы берем Во второй Создаем кенинг Мы берем Корабль что такое? Средство передвижения Значит мы с вами Выбираем Средство передвижения Средство передвижения Конь И получается у нас Корабль Конь Чего? Море Вот это определение Второе существительное Его называют Отклоняющим Определением Потому что К коню Море Не имеет Никакого отношения Но ведь По морю Плавает корабль То есть Когда слушатель Слышит Конь Море Он понимает Что Что-то Движущееся По морю И он Однозначно Понимает Что это корабль То есть Если мы говорим С вами Земля Сокола То это будет Рука Локоть На локоть Или на плечо Сажали сокола Земля Сокола Рука Земля Манист Земля Ожерелий Женщина Земля Кита Это море Ну и так далее А дальше Эти кеннинги Могли Усложняться Усложняться За счет второй части Базовая Нельзя было Основу трогать А вторую часть Можно было Расширять Расширять И расширять Конь Море Дальше Море Можно обозначить Как Буря Земля Кораблей Нет Земля Кораблей Нельзя Потому что Корабль Да Да Значит Море Дом Рыбы Дом Рыбы Значит Соответственно Конь Дома Рыбы Но рыбу Можно обозначить Еще каким-нибудь Образом Змея Потока Конь Дома Змеи Потока У меня тут есть Прелестный кенинг Метатель Огня В юге Ведьмы Луны Коня Корабля Сараев Прекрасно Корабельных сараев Значит Конь Корабельных сараев Это корабль Луна Корабля Это щит Ведьма Щита Вредит Щиту Это Секира В юга Секиры Это Битва Огонь Битвы Это Меч Потому что Он сияет В битве Метатель Меча Это Мужчина И тем самым Вот этот Вот Восьми Сложный Кенинг Ставится Как Заменитель Местоимение Он Или Конунг Или Вообще Любой Воин Вот Почему Невозможно Расшифровать По-настоящему Староладожскую Палочку Потому что Нету Никакого Сопровождающего Текста Как в сагах А Сам текст Можно прочитать Ну Разными Способами Как обычно Руническое Письмо И Получается Вот это Нагромождение Кенингов Непонятно Что О чем Речь идет Даже Снори В качестве Примеров Кенингов Приводит Использование Мифологических Имен Скажем Как можно Вот он Очень легко Объясняет Про Кенинг На примере Одина Он говорит Вот вы Хотите Описать Одина Тогда Ставьте Любое Другое Имя Тор Тюр Любого Кого хотите Любого Другого Аса А дальше Добавляйте То Чем Знаменит Один Допустим Тюр Ноши Что это За ноша Такая А это Вот та ноша Вот тот Мед Поэзии Который он В обличии Сокола Нес Вазгард Так вот Тюр Ноши Это Тот же Самый Один И так далее С нори Приводит Огромное Количество Кенингов Ну вот Что интересно Значит Девятый Десятый Век Это Языческое Время И вся Мифология Задействована В этих Кенингов Потому что Большая Часть Кенингов Основывается На Мифологических Ну и Скажем Эпических Традициях Например Золото Рейна Простите Огонь Рейна Золото Памятуя Историю С Нибелунгами Нитлунгами Соответственно О которой Рассказывалось В прошлый раз Когда Гунар Перед тем Как ехать Катили Утопил Клад Сигурда В водах Рейна Значит Огонь Рейна Это Золото Но Основная Масса Кенингов Тем Или Иным Способом Связано С Мифологией Ну вот Приходит Христианство На рубеже 10-11 века И в конце 10 века Уже Некоторые Скальды Становятся Христианами И начинают Сочинять Стихи Как бы Связанные С христианством Их еще Очень мало В 10 Начале 11 века Но они Появляются И тут Скальд Оказывается В совершенно Таком Трагическом Положении Большую часть Кингов Он не может Использовать Потому что Там упоминаются Языческие боги Языческие боги Мифологические Сюжеты И так далее Первые Христианские Скальды Скажем Арнор Ярд Скальдов Сихват И другие В общем-то Используют Метафорику Традиционную Христос Называется Победителем Битвы Скажем Конечно Такие Дарителем Колец Вполне Может быть Назван Всемогущий Но всемогущий Это и Определение Одина И так далее И только Постепенно На протяжении Одиннадцатого Века Вырабатывается Язык Христианской Поэзии Но Видимо Этот язык Оказывается Не очень Хорошо Согласующимся С Всей Поэтикой Скальдики Потому что К концу Двенадцатого Века Скальдика Затихает Я бы сказала Вот при том Что в Десятом Одиннадцатом Веке Это Огромное Количество Поэм Стихотворений Самого Разного Типа И так далее В двенадцатом Веке Это уже В основном Христианские Стихи Типа Луча Света Гейсли И так далее И в тринадцатом Веке В общем-то Скальдическая Поэзия Выходит Из употребления Но тем не менее Вот Та книга Снорис Турлусона К которой мы с вами Обращались Здесь не раз И которую Упоминали Вот его Младшая Эда Ведь это Написано В Двадцатых Годах Тринадцатого Века Книга Собою Представляет По крайней мере В Известной Части Руководство Для скальдов Руководство Пересказы Языческих Мифов Указания Как строить Кеннинги Вот Все примеры Которые мы Приводили С использованием Имен Языческих Богов Это тоже Из книги Снорис Турлусона Тут Какая-то Очень сложная Очень загадочная Ситуация Вот Те, кто пишут Про младшую Эду Особенно В последние годы Скажем Английские исследователи Энтони Фолкс Да и многие другие Они Пытаются Каким-то образом Примирить Неизбежное Естественное Христианство Самого Снори Вот Тем языческим Материалом Который он Подает И весь этот Языческий Материал Он подан В определенном Свете То есть Как бы Вот те боги Про которых Рассказывается В первой части Младшей Эды В видении Гюльви Они собственно Были как бы И не богами А просто Обычными людьми Которые Ну вот Обманули Других людей Которые Разыграли Из себя Тех самых Богов То есть Вот такой Очень сложный Поворот В изложении Снори Который Позволяет Сохранить Традиционность Скальдической Поэзии Потому что Скальдическая Поэзия Она невероятна Она глубоко Традиционна И вот Шли век за веком Там были конечно Очень сложные Попытки И Христа Изобразить Другими Кеннингами И Хейти Но при этом Вдруг оказалось Что снова Там Что-то было Вроде Затишье С этим языческим Материалом Но он Постепенно Снова Вошел В обиход Скальдов И Снори Даже где-то Вот в этой Своей книге Обращается К молодым Скальдам Помните Это обращение Когда он Говорит Что Вы Не нарушайте Эту традицию Вы ее Знаете И вы Вот Следуйте Указаниям Как раз То Что потребовалось Понятно Ценные Руководящие Указания Это понятно Как использовать Скальдическую Поэзию И является Первым И главным Свидетельством Того Что она Да Она Угасает И Это попытка Как бы ее Возродить Поэтому Конечно Вот эта Глубокая Укорененность Скальдической Поэзии В языческом Сознании В языческой Культуре Не пережила Не позволила По-настоящему Пережить Христианизацию Страны И Христианизацию Скандинавских Стран И так далее Хотя Конечно По инерции Она существовала Еще какое-то время Тут все очень сложно Ведь смотрите И саги Как жанр Они ведь тоже Сходят Да В том же самом 13 веке То есть Вот момент Когда Исландия Перестает быть Самостоятельной Страной Вот Это 1262-64 Годы Когда Исландия Вот уходит Под норвежскую Корону Он Оказался Моментом Переломным Для всей Исландской Культуры Вот То что Хранилось То что Поддерживалось За счет Вот этих Своих Собственных Традиций И традиций Конечно Идущих Из устного Периода Творчества И из глубокого Такого Языческого Прошлого Оно Реально Стало угасать К концу 13 века Кроме того Конечно И скальдическую Поэзию Как и Идическую Поддерживала Эпоха Викингов Героическая Эпоха Герои Которые Сражались Сами скальды Были Этими героями Вот Эгель Скала Гримсон Знаменитей Один из Знаменитейших Скальдов Это Исландец Который Провел Всю свою Жизнь Фактически В Военной Деятельности Он был Дружинником В боях И походом Он Нанимался На службу И был Служил При дворах Норвежских Конунгов Английских Конунгов Он возвращался В Исландию На какое-то время И снова Уходил В походы Он был Знаменитейшим Викингом Он был Не только Знаменитейшим Скальдом Но он был Одним из Знаменитейших Викингов И о его Боевой ярости Боевом Пыли Рассказывались Невероятные Предания И так далее Вот Самые Знаменитые Поэмы Эгеля Скала Гримсона Как раз Написаны В связи Вот с этими Всеми его Походами Уже Говорили мы О его Вражде С Эриком Кровавая Секира Который Однажды Захватил И удалось Во время боя Захватить Эгеля В плен Там подул Не тот ветер Который надо И корабль Эгеля Прибило К Нортумбрии Где Правил Как раз Эрик И Эрик Радостный Тут же Велел Казнить Эгеля Приближенный Воспитатель Собственно Эрика Кровавая Секира Который Очень высоко Ценил Эгеля Как Не только Как воина Но и как Скальда И в первую очередь Как Скальда Уговорил Эрика Подождать С отрубанием Головы Эгеля До утра Убийство Ночью Он намотивировал Это тем Что Убийство Ночью Это Позорное Дело Это Ниддингсверк Позорное Дело И поэтому Оставили Эгеля До утра За ночь Эгель Сочинил Поэму Которую Которую Назвал Выкуп Головы Когда Он Утром Был Приведен К Эрику Который Хотел Полюбоваться Зрелищем Казни Эгеля Эгель Прочел Это Стихотворение И Эрик Развел руками И сказал Убирайся Отсюда Чтоб я тебя Больше не видел В своих владениях Голова Эгеля Была Спасена Так что Вот Скальды Разнообразным Образом Использовали Свой талант У меня вопрос Как сохранились Если они Все их произведения Если они В основном Пели Когда их записали Их записали Значительно Позже Уже Во второй половине В конце 12 В 13 Веке В составе Сарг О которых Мы будем Говорить В следующий раз Мы вернемся К скандинавской Поэзии С нашими Гостями Сейчас я хочу Вас поблагодарить За очень интересный Разговор И попрощаться А сами Уважаемые Телезрители Я не прощаюсь Потому что Мы очень скоро Увидимся Вновь Путешествуя В истории В поисках Истины До встречи Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров